Какое отношение то, что мы делаем, имеет число к талану? Что такое 1, 2, 3, 4, 5? Вот это 1, вот это 2, вот это 3, вот это 4, а вот это 5. Поняли? Замечательно. Несую путь, который начинается вот в этой точке, заканчивается в этой точке и идет вот так. Поняли? А дальше будет самое интересное. А дальше я беру и провожу вот эту диагональ и говорю, что вот такие отрезки, которые идут вверх, я буду называть открывающие скобки. Отрезки, которые идут горизонтально, я буду называть как? Закрывающие. И значит, я пишу очень просто. Пожалуйста, рисуйте. И я сейчас тоже все эти оставшиеся 5 картинок нарисую. И каждый раз мы выпишем соответствующую скобочную структуру. Пути, которые вот такие на клетчатой бумаге, называются Пути Дика. Фамилия ученого. Пути Дика. Так, что такое 1, 2 и все пятерки? Это 1, дальше идут 2 клеточки и дальше идут все пятерки. Вот так. Здесь 1, 2 тройки, 4 и 5. То есть, по сути, условия на автостоянке, это и есть то, что диагональ лежит в закрашенной области? Да, совершенно верно. Одна клетка, 3 клетки, 3 клетки, 4 и 5. Недолго осталось, последнюю картинку я рисую. Пожалуйста, в тетради, по клеточкам вам где-то намного быстрее. Пожалуйста, не поленитесь. Вскоре на автостоянке, это действительно то, что картинка... Все, что под диагональю, должно быть заштриховано. Картинка должна так выглядеть, да? Все, что под диагональю, заштриховано. Так, теперь рисуете самые пути Дика. Надо нарисовать верхнюю границу заштрихованной области. Так, недолго осталось. Так, вот. Так, 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 так. И, наконец, здесь. Господа, осталось выписать скобочные структуры, и все будет хорошо. Здесь одна скобка открылась, сразу закрылась. Две открылись, две закрылись. Одна открылась, одна закрылась, одна закрылась, одна закрылась. Здесь тоже понятно. Открылась, закрылась. Потом три штуки открылись. Две закрылись. Одна открылась и две закрылись. Здесь тоже легко. Открылась, закрылась, открылась, закрылась. 3 штуки открылись, 3 штуки закрылись. Так, я уже это сделал. Теперь давайте здесь 2 открылись, 2 закрылись, 2 закрылись, 2 закрылись, 1 закрылась. Ну и наконец здесь, что у нас здесь будет, давайте я на чистом месте напишу. 2 скобки открылись, 1 закрылась, 1 закрылась, 1 закрылась, 1 закрылась, 1 закрылась и 2 закрылась. Вот так мы поняли, какое отношение имеют эти самые скобочные структуры к нашей задаче. Если бы кто-то сказал 5 пятерок, то... Да, уже просто. 5 пятерок, это заштрихована вся табличка, поэтому путь идет сначала вертикально вверх, потом горизонтально. То есть 5 открывающих скобок и 5 закрывающих. Так, отлично. Про числа каталона, просто есть очень много всего, ну а не реально за оставшееся время, где-то рассказать. Ну просто очень много сюжетов.